И я предлагаю сейчас начать нашу презентацию. Я не знаю, присутствуют ли вы на встрече со мной осенью или нет. Но, во всяком случае, встречи были очень коротенькие. Конечно, что-то я успела рассказать, какие-то основные моменты о нашем резорте. Но ему стоит уделить дополнительное время и внимание, потому что, на самом деле, очень хороший продукт, очень удобный продукт. У нас очень удобно продавать, за нас не нужно краснеть. И я надеюсь вам помочь, вам быть в помощь, потому что задавайте любые вопросы. Я постараюсь на них ответить в течение эфира. Единственное, я не смогу во время презентации отвлекаться, наверное, что-то я смогу увидеть. Но потом, в конце эфира, я обязательно пробегусь по вопросам и отвечу. Может быть, какие-то ответы уже прозвучат заранее. Итак, финалю battle. Хорошая, люксовая пятерка. Очень достойный продукт. Относительно новый продукт. Потому что после тотальной трансформации резорта, после того, как нас выкупили немецкую управленчая компания, взяла под свое управление, они затеяли полную трансформацию, переделали абсолютно все, все вилы, все помещения, все рестораны. Это новая концепция, калейдоскоп, благодаря которой мы вошли в дизайн-отелс, каталог престижный, и стали первым дизайнерским резортом на Мальдивах. Яркие, очень-очень инстаграмные. Мы работаем для всех категорий туристов. К нам могут ехать и одиночки, и пары, и компании друзей, и молодожены. К нам едут по Майсу также группы. В общем, мы очень удобный продукт. Я надеюсь, что вы в этом убедитесь. Если вдруг вы нас пока еще не бронировали, не сдерживайте себя и обязательно бронируйте. Давайте начнем с нашей новой видеооткрытки. Немножко подзарядимся и поймем, про что мы. Сейчас, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Донья 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 ходит раз в полчаса от головного причала. Минут 5-7 она идет, поэтому можно таким способом тоже воспользоваться. Наш резорт находится недалеко от Мали. Всего в 30 минутах полета на Seaplane. Ну это относительно недалеко. Очень многие спрашивают про катер. Катером мы пользуемся, но в основном мы пользуемся им в период непогоды или мы предпочитаем катер самолету, если это какие-то нестандартные вылеты. Главным образом мы всех сажаем на Seaplane, на гидросамолет. Почему? Потому что это удобно. Это дополнительные экскурсии. И плюс сейчас примерно подравнялась цена. То есть стоимость трансфера на катере, она будет такая же, как стоимость на Seaplane, а впечатление от Seaplane, конечно, вы получите гораздо больше. Вот здесь есть резорты, которые находятся также рядом с нами. Это на случай, если вы запланируете свой индивидуальный фам-трип, либо клиентам будете делать сплит с каким-то другим резортом. Можно потом будет ознакомиться, посмотреть, какие резорты рядом. В этом случае не обязательно будет лететь через Мали, а можно будет добраться к катерам. Сейчас на острое время, так же, как в Казахстане, плюс три часа к Московскому. Следует из нашего названия, что мы находимся в Баатоле. Баатол – это такое очень классное место, потому что под охраной ЮНЕСКО. И мы не так далеко от залива Ханифар-Убэй, где можно поплавать со скатами манты и с китовыми акулами. Приплывают они к нам в мае, уплывают в ноябре, поэтому сейчас последний шанс для тех, кто хочет с ними поплавать и посмотреть на их грациозный полет. Потому что иногда скат и манта по какой-то непонятной причине выбрасываются из воды, и это такие огромные ромбы летающие. По-другому их называют морской дьявол. В общем, это такое само по себе очень необычное зрелище. Если вдруг кто-то не приедет в ноябре, пожалуйста, приезжайте с мая по ноябрь. В любое время можно будет их застать. Вот так мы выглядим. В центре у нас прекрасная лагуна, которая дает замечательное купание. Вокруг опиан. И у нас есть длинный протяженный свой домашний риф. Вот здесь. Вот наша коса, которая соединяет четыре наших острова. Эту шпаргалку я сделала специально для агентов, потому что на Мальдивах очень много резортов. И если вы тщательно занимаетесь Мальдивами, продажей Мальдив, то вы знаете, что резорты все плюс-минус похожи друг на друга. Но при продаже нужно учитывать особенность каждого резорта, потому что очень важно, с какой стороны хороший заход, с какой стороны виллы лучше продавать, с какой стороны виллы хуже продаются и так далее. Вот для этого я сделала такую специальную шпаргалку вам в помощь. На ней отмечено, что сторона лагуны – это сторона рассветов, сторона океана – это сторона закатов. Но так бывает не всегда, потому что солнышко у нас начинает закатываться где-то вот с этой стороны, и потом оно садится медленно. Поэтому, конечно, гости вот этих дальних вилл на рассветной стороне, они могут наблюдать за закатами. Также за закатами можно наблюдать вот отсюда, со специальной нашей плавучей платформы, которая называется «5 градусов северной широты», и она предназначена для частных приватных ужинов и для наблюдений за закатом. Ее можно забронировать как для пары, для двух человек, так и для компаний – 8 человек, например. Здесь же отмечено, что у нас есть три пляжа, основных, главных пляжа, которыми пользуются абсолютно все гости. Понятное дело, что часть гостей живет на водных виллах, и им нужны пляжи. Вот для этих гостей в основном у нас оборудовано три таких локации. Наш главный пляж называется «Палм-бич», и все основные активности у нас проходят вот в этой части острова. Наш второй пляж будет на косе. Он прекрасный оборудованный пляж, у него есть свои фанаты. Не зря, потому что оттуда можно не уходить целый день. Там есть ресторан, который открыт на ланч. И третий пляж небольшой, рядом с центром водных видов спорта, он находится вот здесь. Естественно, гости пляжных вилл предпочитают свои пляжи, которые находятся напротив вилл. Но если это семьи с детьми, то, как правило, дети всех родителей просят уходить вот сюда на главный пляж, потому что здесь интересно, здесь бассейн, здесь различные виды спорта проходят, там на нашей песчаной косе, различные игры, пляжный волейбол, там и так далее. Вот, и, конечно, здесь мороженое, здесь пицца, здесь работает диджей. Диджей работает и здесь, и здесь, поэтому музыка приятная на всех пляжах в течение всего дня. К вечеру она разгоняется, потому что резорт у нас веселый. Главная наша концепция – это развлечение и еда. Мы очень вкусно кормим наших гостей. У нас нет никаких нареканий по ресторанам, слава богу. Вот, и мы развлекаем наших гостей. Каждый вечер в нашем отеле проходят профессиональные цирковые шоу-программы. Это не аниматоры, то есть в течение дня никого мы насильно не зазываем на наше мероприятие. Вот, это команда, которая готовит каждый вечер шоу-программу. Они живут у нас на острове, меняются раз в полгода, и на какие-то там крупные праздники, такие как период фестив, да, или там Пасха. Мы приглашаем дополнительные коллективы, чтобы это было более зрелищно, более масштабно и интересно. Что касается размещения. Размещение, возможно, на две стороны. То есть на сторону рассвета, на сторону заката. Водные виллы и пляжные виллы, которые смотрят на лагуну – это рассветная сторона. Водные виллы и пляжные виллы, которые на стороне океана, они на стороне заката. У них есть особенности. Я обращаю ваше внимание на эти особенности обязательно, потому что с этой стороны у нас проходит длинный домашний риф и океан. Океан выбрасывает обломки кораллов прямо вот сюда, поэтому песочек с этой стороны. Пляжи есть, но песочек с этой стороны будет не такой же, как песочек с этой стороны, потому что здесь спокойная лагуна, здесь нет рифа и здесь нет океана, волн, течения. Поэтому сторона лагуны традиционно – это самая популярная сторона среди наших туристов, на наших рынках. В первую очередь разбираются, конечно, эти виллы. На сторону океана мы селим пары романтиков, компании друзей, людей, которым нужна приватность, тишина, которым нужна природа, потому что эта сторона более зеленая, тихая, спокойная. И для людей, которым нужен риф. То есть они взяли свое оборудование для снорклинга, вышли из виллы, прошли чуть-чуть, и вот они уже могут плавать вдоль рифа. Риф, повторяюсь, очень протяженный, поэтому плавать можно прямо вот целый день. Гости пляжных вилл плывут в сторону водных вилл, гости водных вилл плывут в сторону пляжных вилл. Заблудиться нереально, потому что, вот видите, здесь меняется цвет, и там, где меняется цвет воды, это такая граница между стеной рифа и глубиной. Ну, то есть глубину показывает. У нас есть стенка рифа, никто не потеряется, никто не ошибется, потому что все до нее доплывают, ахают, охают в трубке, раздаются самые разные звуки у снорклеров, потому что иногда это, конечно, очень неожиданно, когда из такой бездны черной, да, морской выплывает на тебя черепаха лицом вверх. Не все готовы сдерживать свои эмоции в этот момент. Некоторые чувствуют себя прям Гагарином, который вышел в открытый космос. На этой стороне также обращаю ваше внимание на то, что у нас стоят волнорезы, которые держат наш пляж, потому что без них океан, пляж постоянно смывался бы. Вот, благодаря волнорезам он не смывается, и между волнорезами у нас намылы замечательные лагуны, которые дают хороший вход, ну, относительно хороший вход. Все равно, обращайте, пожалуйста, ваше внимание на то, что песок вот здесь и вот здесь, это совершенно разный песок. Вот здесь песочек нам дает наша прекрасная белоснежная коса, да, а с этой стороны он будет с вкраплением. Здесь памятка о наших основных sales points, давайте я их перечислю. Первое, конечно, то, что мы находимся в прекрасном месте, недалеко от Ханифару. Мы в 30 минутах полета от аэропорта, и у нас есть лаунж. Лаунж в новом терминале сейчас готовится. Открылись мы в ноябре 2020 года, поэтому мы отработали 2021 год, 2022 год, и по меркам Мальдив мы относительно новый резорт. Мы первый дизайнерский резорт на Мальдивах. У нас есть великолепная песчаная коса около двух километров, поэтому даже при самом худшем раскладе, когда, допустим, смывают пляжи у резортов, наши пляжи остаются в доступности у гостей, то есть у нас гости никогда не остаются без пляжа. У нас есть бич-баббл номер, он находится вот здесь, на косе, для романтиков, для молодоженов, для пар, для тех, кто хочет нестандартно отметить годовщину свадьбы или день рождения. У нас проходят ежевечерние шоу-программы, у нас есть русскоговорящий персонал, мы работаем на всех планах питания, у нас совершенно разные рестораны прекрасные, и у нас великолепный детский клуб. У нас на острове живет наш GM вместе со своей семьей, у него есть пятилетний сынок. Можете себе представить, что он делает для того, чтобы сынок развивался, развлекался и так далее. Всем этим, конечно, занимается в нашем великолепном детском клубе, поэтому совершенно спокойно можно отправлять к нам семьи с детьми, с разными взрослыми детьми. Стартовая категория вилл у нас водная, вилла лагуна. Как следует из названия, она смотрит на лагуну. Все, наверное, по памятке, если вдруг будут какие-то вопросы, вы мне пишите в чат, я потом посмотрю, но, по-моему, я по ней основное все рассказала. Перейдем к виллам, и очень-очень подробно, чтобы вас не утомлять, я на них останавливаться не буду. Единственное, что скажу, что лагун виллы – это наша стартовая категория. На всех виллах абсолютно новый дизайн, новый текстиль, новая мебель. Дизайнеры со всего мира подарили нам свои изделия. У нас есть вот такие керамические прекрасные каменные светильники, которые дают приятный свет рассеянный вечером. Деревянное панно, макраме, мозаика. В общем, очень-очень много таких интересных фишечек, которые гости очень любят разглядывать. Все виллы светлые, пляжные виллы от водных вилл отличаются только цветом в дизайне интерьера. Пляжные виллы будут такие зеленые, водные виллы будут в трендовой бирюзе. У нас есть все по начинке, все, что должно быть в хорошем, люксовом, пятизвездочном отеле. Работаем мы на косметике «Леманграссхаус». Это хорошая тайская косметика ручной работы, поэтому косметику мы ставим в закрытое помещение вот сюда. У нас три душа на каждой вилле, как минимум. И вот в закрытый душ мы ставим косметику. Очень часто спрашивают, можем ли мы поставить косметику вот сюда тоже. Да, мы можем дать вам дополнительный набор, вам или вашим гостям. Но тогда за качество мы не отвечаем, потому что она будет нагреваться под солнцем, возможно, она будет терять какие-то свои свойства и качества. Поэтому либо гости должны ее убирать сами, либо воспользоваться просто той косметикой, которая есть вот здесь во внутреннем душе. Комфортное размещение 2 плюс 1. Что это значит? Это значит, что на каждой вилле у нас кровать king size, огромная такая кровать. И есть дополнительное место, которое всегда есть на всех виллах, и на водных, и на пляжных. По плану потом посмотрите. Абсолютно одинаковый интерьер. Вот эта кровать – это не диван. Он не раскладывается. Это комфортная кровать для взрослого человека. Она находится в нише и как бы снята в перспективе, поэтому видно, да, что вот здесь длина, она такая же, как у кровати king size. Если снять все подушки, то будет понятно, что это нормальная кровать, а не диванчик. 2 плюс 2 мы тоже подтверждаем. В этом случае мы ставим дополнительное место. Бич-виллы – это вилла на стороне лагуны тоже, но это пляжные виллы. Следующая категория – это private pool виллы. Это как раз те самые виллы, которые находятся на стороне океана, и у которых пляж с краплениями, с кусочками кораллов. Но эта сторона более тихая, натуральная, очень много зелени, которая дает дополнительную приватность, поэтому так они и называются – private pool виллы. То есть гости, которые гуляют вдоль кромки воды и пытаются заглянуть на виллу, у них не всегда это получается, потому что виллы достаточно хорошо скрыты. Ocean pool виллы – это виллы на стороне океана, это водная вилла. Вот всегда у всех вилл водных такие вот террасы с большими кушетками дневными, креслами, качалка. И у Ocean pool вилл – бассейн, потому что это вилла на стороне океана, океан может быть неспокойный. Плюс с этой стороны не забываем, что проходит домашний риф, поэтому дно не всем нравится. Если риф подступает близко к вилле, то, как говорят наши гости, там камни, но на самом деле это не камни, а риф, конечно. Поэтому для того, чтобы обеспечить хорошее купание на всех этих виллах, есть бассейны. Beach pool виллы – это виллы на стороне лагуны, они такие же, как beach виллы, просто мы добавили в них бассейн. Вот сюда. Бассейн с такой неравномерно окрашенной плиткой, которая очень красиво играет на солнце. Такой он такой очень изумрудный, очень классный. Вот, видите, да, что здесь зелень уже не такая густая. Вот, то есть приватность здесь хуже, чем на private pool виллах. На двуспальных виллах у нас работают батлеры, они называются руху. Двуспальные виллы представляют из себя большую гостиную просторную, и справа и слева от этой гостиной будут расположены две спальни, интерьер которых в точности повторяет интерьер односпальных вилл. У этих вилл, конечно, у этих спален есть своя собственная гардеробная, свой санузел и свой приватный выход к бассейну, если это водная вилла, или стадик, если это пляжная вилла. Водные виллы с двумя спальнями можно выбрать как на стороне лагуны, так и на стороне океана. Пляжные виллы у нас находятся на стороне океана. Вот напротив них рифт отступает достаточно далеко, поэтому у них достаточно широкий пляж, и у них достаточно удобный, хороший, пологий такой, очень комфортный вход в воду. Поэтому гостям вот этих вилл, можно сказать, повезло. Гостям двуспальных вилл и вилл, и трех вилл односпальных, которые к ним примыкают, потому что это примерно один и тот же участок пляжа. Виллы Rockstar – это наши флагманские виллы, они находятся на окончании джетти. Очень дорогие виллы, у них свой дизайн. Останавливаются в них часто все наши селебрити, наши владельцы. В разное время у нас были всякие разные знаменитости, очень именитые гости, такие как Ди Каприо, Пэрис Хилтон, Бекхэмы у нас жили, Прянка Чопра. Вот недавно останавливалась Полина Аскери, мы сейчас ждем Леонтьева. В общем, гости нас очень любят, мы в этом плане очень балованные. На этой вилле совсем другой дизайн, видите, что другой интерьер, высоченные потолки, светильники, свой бар, бар с эксклюзивной коллекцией алкоголя, который не входит ни в один план питания, вот такая она модненькая, ее нужно выкупать дополнительно. И у гостей этих вилл есть свой собственный приватный багги, багги Rockstar, он в виде такого, я не знаю, Rolls-Royce, когда у нас останавливается молодожен, мы очень красиво его украшаем цветами. Гости имеют возможность посидеть сами за рулем, кто-то водит сам этот багги, а кого-то возит дворецкий. И что касается размещения, у нас есть еще Beach Bubble номер, наш знаменитый номер на пляже, на уединенном участке пляжа, на своем собственном острове, поэтому гости здесь предоставлены сами себе. Что такое Beach Bubble? Это такой уникальный номер, он находится в постоянном поддуве, и гости останавливаются там для проведения романтической ночи под звездами, да, то есть они имеют возможность заночевать под звездами, но в комфортных условиях. Там работает климат-контроль, туда добивает Wi-Fi, там есть телескоп, есть звуковая колонка Marshall, то есть время можно проводить как душе угодно. Вечером они приезжают сюда к шести часам, а личный дворецкий готовит мужем барбекю, накануне он согласовывает, что гости хотели бы видеть на ужин. Есть здесь еще вот такая ванна, ванну можно принимать под звездами, в общем, очень-очень такое классное романтическое место. Батлер их кормит, потом он уходит, на границе участка есть охрана, то есть туда точно совершенно никто не придет из-под старых, и утром придет дворецкий на стороне рассветов, накроет гостям завтрак. Что касается кухни, главный ресторан называется Beach Kitchen, он работает по системе шведский стол, открыт он на завтрак, обед и ужин, пожалуйста. Каждый ужин тематически разная кухня. Есть вечеринка у нас, посвященная там индийской кухне, стритфуд, сифуд и так далее, итальянская кухня. Если у нас, допустим, на резорте проходит ретро-вечеринка, то это будет вечер итальянской кухни. Если у нас тема вечеринки Болливуд, то значит кухня будет индийской, соответственно. Об этом лучше гостей предупреждать, чтобы они не переживали, что каждый ужин в ресторане будет вот такой. Это очень удобно, потому что в течение недели гости могут познакомиться с кухней разных стран совершенно. Если вдруг они выбрали план питания не all-inclusive, а, скажем, полупансион, и они не хотят ходить в рестораны а-ля карт, то питание у них все равно будет очень-очень разнообразное. Arabian Grill – это ресторан а-ля карт. Это ресторан с арабской кухней, с кухней Северной Африки. Очень такое камерное, уютное место. Рядом с ним очень часто любят заказывать приватные ужины. Ужины приватные мы можем устраивать традиционно на песке, либо, допустим, на воде, вот так, как я вам говорила, на платформе 5 градусов северной широты. Канусан – это более пафосное место, более дорогое. Это ресторан высокой японской кухни. Он находится в Индийском океане, на сваях. Отсюда очень интересно наблюдать за закатом также. Разместиться можно внутри помещения, можно наружу на террасе. Здесь есть бар, широкий выбор напитков на основе саке. Крапшак – это ресторан, который находится на косе, на том участке пляжа, и он открыт в основном на ланч. Но два раза в неделю, если погода позволяет, если нет сильного ветра, у нас здесь проходят вечеринки огня и света, гости ужинают, смотрят шоу-программу, и потом они могут остаться на дискотеку до часа ночи. В остальное время, конечно, все наши мероприятия, они проходят вот здесь, в центре, в сердце нашего резорта. Все наши вечеринки, все вечерние шоу-программы – все здесь. И можно здесь остаться в баре, на дискотеку тоже до часа ночи. Здесь можно покурить кальян. Милклаб – это вариант кофейни, здесь свежесваренный кофе, милкшейки, спортивные коктейли, мороженое, выпечка – это все здесь. Вот она, эта платформа, которая называется «5 градусов северной широты». Вот она стоит на свае, здесь обслуживание с воды, шеф-повар с вами здесь постоянно будет, и есть открытая кухня, конечно же, батлер. Можно устраивать вот такие вот вечеринки с наблюдением за закатом. спа-комплекс, все виды массажа, аюрведа, те, кто с нами надолго, могут пройти программы по релаксу, детоксу, очень-очень много всяких разных программ. Запрашивайте меню, я вам обязательно его сброшу. И также здесь есть салон красоты со всеми видами уходовых процедур, за ногтями, волосами, кожей, все на свете, все тут есть, и молодоженов к свадьбе мы тоже готовим. И наш замечательный детский клуб, конечно, обращаю ваше внимание еще раз на него, потому что семьи с детьми, это наша чуть ли не основная категория, особенно в летний период. Детский клуб больше похож на детский лагерь. Дети сюда приходят и не хотят отсюда уходить, потому что у нас не просто пригляд за детьми, это не просто какая-то комната, в которой очень много игрушек, у нас работает персонал, с детьми мы занимаемся. Если они плавают в бассейне, то у них основы дайвинга, если у них квесты, то они бегают по резорту в поисках каких-то сокровищ, есть у них пиратские круизы, у них есть такие скаут-вечера, когда они сидят, разводят костер, смотрят фильм под открытым небом, мультики и так далее. Есть прекрасная арт-студия, в которой расписывается все, что не приколочено, есть гончарная мастерская, есть печка для обжига, то есть дети уезжают, как в спиннерскую лагерь, знаете, раньше было со своими поделками, в общем, им очень интересно здесь проводить время. Вот здесь видите нашу русалку штатную, она каждый день в 12 часов, в 11-12 часов она у нас в бассейне, сейчас у нас готова программа на Новый год, программу можно найти у меня в Телеграм-канале, я чуть попозже вам покажу ссылку, если вдруг вы до сих пор не подписаны, можно ознакомиться, потому что на Новый год, конечно, у нас будет феерия, она у нас каждый год феерия традиционно, но каждый раз у нас разные темы, да, в этом году тема будет карнавал, запланировано очень много всяких интересных мероприятий для гостей разного возраста, мы развлекаем и взрослых, и детей, и развлекаем семьи, компании, друзей, будут всякие веселые старты, обязательно с призами и подарками, в качестве призов у нас традиционно, либо сертификаты там в СПА, либо это шампанское, либо сертификат на какую-то экскурсию, прилетит Санта-Клаус, обязательно поздравить всех детей, подарки для детей у нас предусмотрены, ну, в зависимости от их возраста, чтобы им было интересно, в разное время мы там дарили лего, ну, какие-то там конструкторы в основном, сладкие подарки, естественно, обязательно. Ужины у нас, рождественские, новогодние, входят в стоимость, начиная с плана питания, полупансион, полупансион и выше, рождественские, новогодние, ужин входят в стоимость, пожалуйста. Если это завтраки, то новогодний рождественский ужин будут за доплату. Рождественские ужины у нас будут и на католическое Рождество, и на православное Рождество. Ну, и то же самое у нас абсолютно происходит во время Пасхи. Вот, пожалуйста, если вдруг будут вопросы по Новому году, пишите, я потом, может быть, что-то упустила, потом наверстаем. Тренажерный зал у нас великолепный, большой, бесплатно, снорклик, оборудование у нас бесплатно, растяжка в гамаках, капоэйра, йога. У нас есть вот такой плавучий аквапарк, на котором ребят абсолютно все гости разного возраста, всем интересно. Все водные виды спорта, которые без мотора у нас бесплатные, можно заказать и платные экскурсии. У нас есть лодка полубатиска, в которой подходит к нашему домашнему рифу, к тому его месту, которое более яркое, пестрое, о котором можно рассказать. На Новый год также мы предлагаем поучаствовать в оформлении нашего подводного райского сада Кораллового, и посадить свой коралл. Тогда в течение полгода, по-моему, там присылают, будут наблюдать за тем, как растет ваш конкретно коралл, присылать вам фотографии, отчеты. Такое интересное мероприятие. Два в одном. С одной стороны мы восстанавливаем риф, с другой стороны мы развлекаем наших гостей. У нас есть гольф-студия, можно поиграть в гольф. Не страшно, если вы новичок, вас обязательно научат, вам поставят удар. И вы сразу увидите эффект, как только попадете в витрину, и она рассыпется. К примеру, в витрину, в автобусную остановку. Очень много всяких бродилок у нас есть. Дети играют в Леголэнде, а профессионалы играют профессионально, подключаются к международным соревнованиям, и играют на различных полях в любой точке мира. Примерно вот так мы выглядим на Новый год. Персонал у нас есть разный. Сейчас мы продлили вот это наше предложение с 25-процентной скидкой. Обязательно обращайтесь к вашему туроператору и за лучшими ценами, потому что я его обновила, и оно у меня уже есть на русском языке. Если вдруг вам будет это необходимо для работы. Не помню, по-моему, я в Телеграм еще не размещала. Размещу в Телеграм также. Телеграм-канал. Можете отсканировать вот этот код. Попадете в Телеграм-канал, подписывайтесь, потому что там есть сводки по наличию мест, чтобы достаточно оперативно и быстро отвечать вашим клиентам. Там есть фото и видео, которые вы можете забирать для ваших соцсетей. И есть более подробные, конечно, описания по нашим локациям. Есть отдельная презентация по Баблу. Можно посмотреть, как он выглядит внутри. Есть отдельная презентация по нашей плавучей платформе «5 градусов северной широты» с подробнейшим описанием. В общем, погуляйте по каналу, там очень-очень много полезной информации. И, конечно же, все розыгрыши, все проводятся там в основном. Что касается сегодняшнего розыгрыша, давайте посмотрим на чат. Сейчас, секунду. Да, презентацию организаторы наши фанэнсам вам отправят на почту, и все материалы тоже отправят. Поэтому эту проблему мы решили. Никаких вопросов, я все так подробно рассказала. Давайте поспрашивайте меня о чем-нибудь, потому что мне нужна какая-то обратная связь в том числе. Так, хорошо. Пока у вас рождаются вопросы, давайте я вам расскажу о том, как будет проходить наш розыгрыш. Сейчас, секунду. Так, все, посыпались вопросы. Давайте сейчас про розыгрыш расскажу. Значит, мы разыгрываем ваучер на две ночи для двух человек с трансфером на Сеплейн и с полупансионом, проживание на базе полупансиона. Разыгрывать мы его хотим среди агентов, которые обращают внимание на наш резорт, которые нас любят, которые нас бронируют, естественно. Очень много в прошлом году среди разных резортов было нареканий на состав участников фамтрипов, к примеру, или на тех, кто выигрывает ваучера. Поэтому в этом году мы немножко пересмотрели нашу политику. И мы хотим разыграть ваучер и премировать тех агентов, которые действительно работают. Не друзей, не каких-то случайных людей, которые вообще не бронируют Мальдивы и так далее. Поэтому этот ваучер будет разыгран среди агентов, которые присутствуют сегодня на презентации. Слава Богу, у вас не так много, поэтому шансы ваши увеличиваются. Агент, который сделает реальное бронирование, оплаченное бронирование, первым получит наш ваучер. Я считаю, что это очень справедливо. По технологии, как это делается? Вы находите клиентов на наш резорт, отправляете бронирование в Fun&Sun. Можете поставить в копию меня, можете потом мне переслать это бронирование. Мы его фиксируем и ждем оплату. Как только поступает оплата, все, ваучер ваш. Договорились? Я считаю, что это очень справедливо. Можете со мной, конечно, поспорить, но мы стараемся удовлетворить все претензии, все просьбы и запросы рынка в этом смысле. Номер ваучера я в Telegram-канал обязательно скину, и список тех, кто сегодня присутствует, тоже обязательно скину. Так, давайте пробежимся по вопросам. Презентация сказала. На полный пансион. У нас нет такой категории полный пансион. У нас есть завтрак, полупансион, есть All Standard, который похож на Full God, и All Premium. All Standard от All Premium отличается, как правило, брендами напитков. То есть в All Standard напитки входят из стандартного списка, All Premium из премиального списка. All Standard вы можете посетить рестораны а-ля карт по одному разу, но каждый ресторан по одному разу бесплатно. А All Premium неограниченное количество раз. И разница в мини-баре. То есть All Standard – это будет закуски и безалкогольные напитки, а All Premium – это закуски, безалкогольные и алкогольные напитки. То есть винный шкаф тоже входит в стоимость. Мини-бар обновляется раз в день. Вот. Отдыхают все, все категории абсолютно отдыхают. Это очень сильно зависит от сезона. Кто-то отдыхает парочками, кто-то отдыхает семьями. Очень много семей с детьми. Бывает традиционно летом, когда у детей каникулы, либо на какие-то праздники, на Пасху или вот в период фестив. На все включено пополнение мини-бара. Ну, вот я рассказала про мини-бар. Очень важно, что у нас отдыхают семьи с разными взрослыми детьми. То есть малышей традиционно, конечно, родители отправляют в детский клуб. А подростков, подростки развлекаются либо у бассейна, либо они в нашем плавучем аквапарке развлекаются. Либо они берут мастер-класс у наших цирковых артистов. Это тоже возможно. На Новый год для разных категорий детей, для детей, вернее, разного возраста, предусмотрены совершенно разные программы. У них будут и пенные вечеринки, и блестящие вечеринки, и кино будет под открытым небом. И в скаутов они снова играют. У них очень много квестов. Они будут кулинары, естественно. У них будут мастер-классы. В общем, будет очень-очень много всего интересного запланировано. Что касается взрослых, то у них будут такие великосветские вечеринки. У них будет арабская ночь, разные-разные тематические пати. Белые вечеринки, естественно. Ну, куда же мы без них? Также конкурсы, как я уже сказала, всякие соревнования, пляжные виды спорта, когда можно что-то будет выигрывать компаниями, друзьями, либо там семьями. Это очень здорово сплачивает команду. И вообще у нас остров, он очень атмосферный. То есть все отмечают его необычную атмосферу, за которой хочется возвращаться. Мне лично он напоминает фильм «Грязные танцы», когда приезжает семья, вливается в коллектив, знакомится с другими семьями. И потом они уже все друг к другу родные люди, и совершенно не хочется оттуда выезжать никогда. Но славу мы заслужили в Мальдивской Ибице. Благодаря нашим таким вечеринкам, благодаря тому, что работает музыка, работает диджей. Поэтому у нас такой очень нескучный резорт. Я вам его рекомендую. По сути, его можно продавать с закрытыми глазами. И ваши гости, ваши клиенты совершенно точно будут вам за это благодарны. Если полупансион, напитки включены. Если вы имеете в виду спиртные напитки, то нет. Если это чай, кофе, вода, они включены на завтраках всегда. Кстати, на всех виллах у нас вода стоит. Одна бутылка воды без газа, вернее, одна бутылка воды с газом и две бутылки воды без газа всегда есть. На завтраках всегда доступна вода, всегда доступен чай. Он бесплатно на любых планах питания. Вода на ужине. Да, пожалуйста, чай, кофе выкупают. На полупансионе выкупают, да. На виллах есть чай, кофе. Пожалуйста, кофе или чай. Очень хороший ассортимент пакетированного чая. Чайнички такие очень модненькие, маленькие. Они постоянно подогреваются. Халаты очень удобные, хлопковые, из тонкого хлопка, очень классные. Есть пляжные тапочки также. Есть пляжные сумки. Есть сейф для украшений. Потолочный вентилятор, кондиционер. То есть всё-всё-всё есть. Конечно, кофемашинки в номерах есть. Так, на все вопросы я поотвечала или что-то упустила. Я, наверное, упустила. Да, у нас нет велосипедов. У нас курсируют баги, потому что резорт у нас очень весёлый. У нас периодически поднимается тему велосипедов, потому что мы тоже хотим быть в тренде. Но резорт весёлый, джетти протяжённый. Понимаете, пару раз велосипедистов выловишь из воды, и больше уже не хочется никаких велосипедов. Поэтому пока у нас курсируют баги достаточно часто. Во-первых, их можно обязательно вызвать при помощи нашего приложения, которое очень удобное. Туда можно писать на любом языке. Там есть встроенный гугл-переводчик. Во-вторых, их можно буквально подождать. Также у нас есть гости, которые очень любят гулять. У нас остров натуральный, зелёный. У нас очень высокие деревья. На главной аллее деревья смыкаются такой арочкой, и никто не сгорает под солнцем. Все очень любят гулять. И в то время, пока люди гуляют, если они видят баги, баги могут остановиться, они могут подсесть и дальше доехать. Это совершенно не проблема. Ради бога, не берите каблуки. Все у нас ходят в шлёпанцах, в пляжных тапочках, либо босичком. Не сказала по поводу депозитов. Депозиты мы сейчас берём, но вам проще. У вас работают карты. Поэтому для тех, у кого карты работают, можно обсудить. Мы можем не брать депозит, потому что, как правило, граждане ваших стран не сталкиваются с проблемой невозможности оплаты, к примеру. Вот, поэтому вы счастливчики. На WhatsApp можно написать. Да, конечно, тот номер телефона, который был в презентации, он у меня привязан к WhatsApp. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на Telegram, потому что он вам в помощь. Я стараюсь размещать информацию, которая нужна для работы. Сама знаю, что такое продавать, когда ты ещё ни разу не видел. 25 лет назад продавала Финляндию, Швецию, Лапландию, Грецию. Нигде не была, но уже продавала. Ну, конечно, я всех приглашаю обязательно к нам. Наверняка Fun&Sun будет делать фан-трип. Не пропустите, присоединяйтесь, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это я прекрасно понимаю. Всё, дорогие коллеги, если вдруг у вас больше вопросов нет, то давайте, наверное, мы на сегодня нашу встречу закончим, продолжим наше общение. Если вдруг будут необходимости, будут вопросы в соцсетях, пожалуйста, в мессенджерах. Я работаю 24 на 7. Пишите, когда вам удобно. Разница во времени можете учитывать, можете не учитывать, но просто, если что, подождите немножко, да, ответ мой. Не переживайте, что я вам, например, быстро не отвечаю, потому что в разное время я бываю в разных местах, вот, и бывает, что по времени мы с вами не совпадаем. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за вашу активность. Пожалуйста, обращайтесь, бронируйте. Удачных вам продаж, хороших новостей и прекрасного настроения. Благодарю Fun&Sun за предоставленную возможность. Спасибо лучше. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна, за презентацию. Спасибо большое всем коллеге. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok